Тем временем калифорнийские ученые утверждают, именно старшеклассники наиболее активно распространяют коронавирус в школах. Исследование опубликовано на англоязычном портале. Ученые смоделировали ситуацию в школах после снятия карантина и выяснили, что осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов. Не исключено, что у 40% возникнут симптомы COVID-19. Специалисты утверждают, распространение инфекции среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Прогнозы основаны на данных, согласно которым дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к коронавирусу. Отмечается, что снизить уровень заражений можно, уменьшив число учеников в классе. В средней и старшей школе количество учащихся при благоприятном сценарии не должно превышать 10 человек. При этом в классах начальной школы может одновременно находиться до 20 учеников. Меж тем, по данным Республиканского штаба в Якутии, 3 сентября подтверждены два летальных случая от COVID-19. За последние сутки коронавирус нашли у 47 человек. Семь из них находятся в Мирлинском районе. Аперштаб Алроса сообщает, в ковидном госпитале Алмазной столицы лежит 26 пациентов. В провизорном отделении 42 человека, в реанимации – двое. На амбулаторном лечении в Мирном находится 40 человек с подтвержденным COVID. Намного больше на Ихало у дачинской площадки. 74 жителя с подтвержденным COVID-19. В Ленске в инфекционном отделении – 19 человек.